и снова здравствуйте дорогие друзья здравствуйте братья и сестры те из вас кто видел мое предыдущее видео наверное полагают что данное видео будет посвящено ситуации в армении и а также политическим шагам армении связанных так или иначе с решением многолетнего конфликта между двумя республиками имеется виду азербайджанами армении но я вынужден был сделать коррективы в отношении своего вещания так как меня очень заинтересовала тире заинтриговала два заявления двух армян в двух видеороликах где один из армянских экспертов проживающих в армении многие его уже узнали это роман багдасарян выявил в неочередной раз ложь распространяемую в российских сми представителями тоже армянство но проживающих уже на территории российской федерации в частности такой кавычках фигурой как саркист сатурян я бы поправил бы себя это видео которое вы сейчас увидите эти два фрагмента в которых один армянин разоблачает ложь другого тоже касается азербайджана армянского конфликта но данное видео я бы все-таки не причислил движением к политическим движением самой армении это просто разоблачение армянской лжи в большей степени и в меньшей степени политические некие движения таково мое мнение то есть данное видео которое вы сейчас увидите будет являться можно сказать ну назовем так открытыми воротами следующее видео на моем канале где мы уже будем говорить о политических движениях наблюдающихся в армении ну а теперь давайте приступим что же такое какую ложь распространяют армяне в частности саркист сатурян и почему это является ложью по мнению армянина проживающего в армении по сравнению с артистом сатуряном проживающим в россии интересно ну давайте послушаем что говорят армяне в россии видео вышло на проармянском рг news давайте послушаем они здесь ссылаются кстати на того самого саркиса сатуряна приступаем ролик называется армения не выживет в незаконных границах армянской сср интересно не так ли как же они выживали на протяжении всего времени послушаем послушаем перекрытие участка дороги корис капан оккупационными силами азербайджана противоречит договоренностям с арменией и россии заявил премьер-министр республики никол пашинян азербайджанцы перекрыли участок якобы мотивируя это тем что люди с армянской стороны нанесли ножевые удары азербайджанским пограничникам мы официально заявляем что такого не было но мы призываем азербайджанскую сторону если есть такие факты передать армянской стороне для расследования но случившиеся противоречит договоренности достигнутые с арменией и рф об этом говорится в заявлении давайте остановимся то есть обратите внимание то есть даже если армения что-то делать незаконное она все равно ссылается на обращение к россии интересно то есть все равно россия должна была вмешиваться даже если армии вооруженные силы армении не правы интересно продолжим обороны от декабря 2020 года подчеркнул он выступая в парламенте армении главный редактор я реалист саркис цатурян вот в своем телеграм-канале прокомментировал действия баку и политику армянских властей перекрытие дороги горе с капан банд формированиями мини султаната показала что у армении нет шансов на выживание в незаконных границах армянской ссср их амалиев взял и самовольно перекрыл наземное транспортное сообщение с ираном кабинет пашиняна так перекрыл границу с ираном вы слышали это заявление саркиса цатуряна то есть он говорит что азербайджан полностью здесь утверждается перекрыл границу между армении и ираном теперь послушаем что говорит роман багдасариан саркис цатурян я еще раз напомню вам проживает в россии то есть он вещает для тех армян кто не осведомлен тире не проживает в армении что же заявляет роман багдасарян который проживает в армении и частенько ей ездит всю ник тире зангизур на самое настоящее имя этого района зангизур давайте послушаем перекрывал ли азербайджан данную границу послушаем всем добрый вечер добрый вечер всем кто будет смотреть этот эфир а я его не буду удалять я специально буду сокращая начало не обрезал приветствую всех кто сейчас будет смотреть эфир тех кто будет смазь повторе еще раз напомню что вчера у нас был лайф с кристина халадян практически 2000 человек уже вот снова будет две тысячи человек которые поделились этим эфиром я хотел выразить благодарность всем кто поделился эфиром с кристина халадян поддержал также я хочу поблагодарить всех тех кто делится моими видео и моими эфирами большое вам спасибо это так пару слов это для нас большой тоже самое от вас где мы понимаем что действительно вы всегда стоите случае наших проблем возле в данном случае вы помогли нашему другу девушке которую очень много сделала кристина халадян сейчас у нас будет эфир о ситуации в Сюнихе о ситуации в армении после выборов я старался не говорить на какие-то сложные темы я говорил вам про то что у нас лето люди должны отдыхать но с учетом того что очень много лжи и вранья в интернете то я конечно думаю что сегодняшний эфир нужно посвятить слушай внимательно и вообще на информационном поле еще раз большой привет еще раз заранее спасибо всем кто делится сейчас эфирами поделится позже потому что моя основная страница не работает соответственно те мои друзья и подписчики которые подписаны там а там около 40 тысяч подписчиков и друзей соответственно если вы поделитесь эфиром они увидят этот эфир на вашей странице первое друзья до сих пор я читаю на главных провокационных русскоязычных сайтах армянских что скопились фуры ситуация с фурами ужасная дорогие друзья хочу сразу сказать что никаких фур на дороге горе скопа нет ни одной фуры всех фуры аккуратно едут через дорогу через таттэв да это дорога более сложная она грунтовая там очень много сложных поворотов она не в самом лучшем состоянии она более длинная это действительно так но фуры из ирана все до единого уехали через дороги проходят через безопасные участки синихской области армении поэтому вот первый нюанс да сколько лицемерия и гнили в русскоязычных сайтах которые работают на оппозицию они пишут про то что фуры скопились блокада нет никакой блокады все машины аккуратно едут через дорогу таттэв еще раз напомню что любая информация в пабликах или в сайтах что куры скопились является ложью и дезинформацией то же самое касается телеграм-каналов давайте остановитесь я даже дальше не буду показывать данное видео кто захочет посмотреть ну что ж саркист сатурян видимо пошел полностью по стопам пегова хотя чему удивляться а разве может представитель армянства быть менее лживым тем чем те кого они используют конечно же они более лживые поэтому в отношении саркиса сатуряна вот не стоит удивляться в кавычках личность которая видимо редко бывает в армении распространяет ложь не думая жизни даже своих армян в армении это короткое видео но на мой взгляд очень важное знаете когда меня называют националистом что я как-то отрицательно отношусь к армянам да нет я могу назвать много действительность за последнее время армян которые говорят правду и со многими из них я встречался в той же самой чат рулетки просто записывать их видео не нахожу нужным потому что не хотелось бы светить этих людей подставлять их под своих радикалов тем более у большинства из них ну нету таких связи как все-таки у романа багдасаряна они не могут себе позволить многого к сожалению но речь не об этом речь не об этом дорогие друзья речь об армянской лжи пускай теперь попробуют армяне что-нибудь сказать как они относятся к саркису цатуриану вот вопрос это именно к армянам и к роману багдасаряну интересно было бы узнать их мнение им по нраву лжец или тот человек который говорит правду вопрос интересный следующем видео мы с вами поговорим о ситуации в армении тем более есть что обсудить также я хочу сообщить что завтра скорее всего я проведу прямой эфир потому что хотелось бы с вами поговорить о многом в частности поговорить с вами о тех заявлениях которые сделали некоторые из блог комментаторов что бы я посоветовал как вести информационную войну как улучшить информационную войну как усилить информационную войну также хотелось бы ответить тем кто считает что информационная война уже не нужна мы все выиграли не все так просто далеко не все так просто успокаиваться Нельзя Знаете, сейчас Тем более ее нельзя Потому что загнанный Умирающий И животное, пускай даже Мелкое Особенно опасно Потому что оно может пойти на все И это надо понимать Неужели мы бы хотели Чтобы проходили теракты И умирали простые азербайджанцы Если нет, то мы должны продолжать Информационную войну Тем более учтите Информационная война может разжечь Армянских радикалов По всему миру, где проживают азербайджанцы Поэтому им надо додавать отпор Обязательно надо Но об этом мы поговорим В прямом эфире Завтра в 22.30 Также я бы хотел, чтобы мы с вами Обсудили В том самом видео Некоторые изменения Которые я хочу сделать На своем канале Может быть кто-то что-то пожелает И так далее Потом Хотелось бы поговорить с вами О некоторых своих воспоминаниях О том времени Когда Был еще Советский Союз О том времени Которую я успел застать Это тоже интересно Просто хотелось бы вспомнить Тех армян С кем я успел пересечься Поговорить о них Поговорить, конечно же Не только об изменениях Но и о собственных планах Поговорить с вами О том Как я вижу Нынешнюю политическую ситуацию То есть Тем много Надеюсь Вам они будут Интересны Если У вас Уже есть сейчас Какие-то вопросы Дополнительные вопросы Которые вы хотели бы Чтобы я Озвучил в прямом эфире Пожалуйста Пишите Я под данным видео Данного армянина На человек из Азербайджана Поставлю Лайк Я подписан на его канал Как вы видите Нажат даже колокольчик Чтобы получать оповещения Новых видео С канала Романа Багдасаряна Надеюсь Вы то же самое сделаете В отношении моего канала Не забудьте Также поделиться Ссылкой на мои видео В соцсетях Пригласить друзей и знакомых Ну а я Я буду стараться делать Свой Как принято говорить Контент Свои видео На моем канале Более Интересными Всем до свидания Дорогие друзья Всем пока Сегодня еще будет Одно видео О ситуации в Армении О политике в Армении Не пропустите До свидания